МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВУК В ДВЕРЬ Земля вновь и вновь буквально трещит по швам. Разрушительные стихии захлестнули планету. В Африке идет снег, Индию сковывают морозы, небывалая засуха в США. А в России происходят землетрясения и катастрофические наводнения. Похоже, постепенно сходит с ума и животный мир. Акулы держат в страхе туристов в российском Приморье, Египте и Южной Корее. Миролюбивые дельфины нападают на пловцов в Новой Зеландии. Медузы-убийцы заполонили все пляжи Европы. А жители разных уголков мира уже боятся выходить на улицу. Их атакуют птицы. Со стервенением до крови. Пока еще небольшими силами. Но как знать? Быть может, они выжидают момент, чтобы, объединившись, нанести решающий, смертельный удар по всему человечеству. 1963 год. Режиссер Альфред Хичкок выпускает на экраны фильм ужасов под названием «Птицы». Казалось, что сама идея этого фильма была провальной. Очень трудно представить голубя или чайку в виде чудовища. На роль монстров, терроризирующих людей, скорее подходят крысы-мутанты или животные с огромными глазами и страшными клыками. От этих животных трудно ожидать каких-то агрессивных действий. Хотя случалось, что и попугаи становились практически даже убийцами людей. Такие случаи бывали, когда долбали просто человека в висок и своим клювом. И все. Но на самом деле есть более достойные представители животного мира для этого. Например, какие-то собаки со страшными мордами. К удивлению скептиков, фильм «Птицы» имел бешеный успех. А Альфред Хичкок впоследствии скажет, что взялся за эту работу лишь потому, что посмотрел на птиц как на разумную цивилизацию, которая может дать отпор любым вмешательствам со стороны, в том числе и людям. Голуби, галки, серые вороны, юркие пичуги. Мы их встречаем на каждом шагу и редко задумываемся над тем, что в условиях мегаполиса, без разума и интеллекта, они вряд ли бы адаптировались и выжили. Вот что настоящая адаптация – это, скажем, классический пример, как в начале прошлого века в Англии синицы научились откупоривать молочные бутылки, которые молочники оставляли на крыльце. А в последнее время в Москве стали появляться скворцы, которые активно выпрашивают у людей корм. Они просто подбегают к человеку, трепещут крылышками, щебечут. Ну, в общем, только очень жестокосерный человек не покрошит булочку, если она у него есть в руке. Адаптируясь в городах, птицы постепенно начинают доставлять жителям определенные неудобства. Рим – столица Италии. Уже более десяти лет сюда на зимовку прилетают скворцы из северо-восточной Европы. В это время римляне стараются лишний раз не выходить из домов. Виной тому птичий помет, падающий с неба, не только на уникальные памятники. Но и на горожан страдают и автомобилисты. Десятки птиц сталкиваются с лобовыми стеклами и нередко становятся причиной аварии. А это уже Россия. Кубань. Последние несколько зим скворцы атакуют фермой. В 2012 году птицы установили своеобразный рекорд. На зимовку слетелись сотни тысяч пернатых. Они оккупировали не только поля и ангары, воруя пищу у скота. Они приспособились в морозы греться на коровах. Не ферма, а гигантский скворечник. Каждую зиму кубанские коровы испытывают стресс. Падают надой. Компании терпят колоссальные убытки. Не помогают ни надувные мячики пугала с устрашающими зеркальными глазами, ни специальные газовые пушки, вызывающие громкий звук. Скворцы уже и пушки воспринимают, как источник тепла. Они постепенно привыкают и сокращают вот эту дистанцию вспугивания, беспокойства. Дистанцию, на которой птица может, скажем, там, спокойно кормиться или отдыхать, не обращая внимания на человека. А это уже своенравные городские вороны. Мы видим, как птица раскалывает орехи с помощью автомобилей. Если бы поблизости ходили трамваи, то не сомневайтесь, ворона выбрала бы для раскалывания ореха более тяжелый транспорт, поскольку трамвай выполнит эту операцию быстрее. Как только вегетарианская пища и отбросы помоек надоедают, ворона летит к ближайшему водоему, чтобы полакомиться рыбой. Ворона знает, что один из рыбаков рано или поздно отойдет от лунки по нужде. А чтобы вытащить попавшуюся на крючок добычу, ей достаточно один раз понаблюдать за действиями рыбака. Весь мой опыт общения с птицами говорит о том, что птицы самых разных групп интеллектом владеют. Павлов был неправ, что у животных одни рефлексы. Те, кто держали мелких воробьиных птиц, тоже очень часто рассказывают, что эти птицы демонстрируют очень замечательную сообразительность. Ну, вороны, видимо, да, рекордсмены. Так же, как среди людей есть люди с одним IQ и с очень низким IQ. Сегодня международная группа экспертов-орнитологов призывает ученый мир пересмотреть и обновить карту птичьего мозга. Последнему описанию структуры мозга птицы более ста лет. Но современные факты уже никак не соответствуют выводам ученых начала прошлого века. Словно птицы поумнели за последние десятилетия. Вороны способны к умозаключению. К умозаключению, к так называемому транзитивному умозаключению. То есть, получив информацию о том, что А больше Б, что Б больше С, они, ну, в определенном опыте, могут сделать заключение о том, что А больше С. Несмотря на то, что мозг вороны весит около трех граммов, пропорция между мозгом и телом у нее такая же, как у человека. А подкорковые узлы вовсе не примитивная область, как считалось раньше, а сложный центр обработки информации, не уступающий даже млекопитающим. Очень забавную историю рассказывал мой друг-орнитолог. Он видел ворону, которая сидела рядом с тротуаром с невинным видом. И когда человек проходил, она вслед ему смеялась таким ехидным старушечным смехом. А потом с любопытством смотрела, как человек на это реагирует. Ну, сами представляете, это как по телевидению показывают, вот всякие сюжеты с подставами, это приблизительно то же самое. На биологическом факультете Московского государственного университета уже более полувека наблюдают за повадками ворон, ставя многочисленные опыты. Задачей птицы было обучиться тому, что корм всегда лежит под карточкой, соответствующей образцу. Вот эта карточка-образец. Она ничего не накрывает, она просто лежит. Вот это две карточки накрывают кормушки. Под одной ничего нет, под другой лежит корм. Нужно усвоить некое правило. Правило такое, видишь образец, выбирай такую же. Несмотря на то, что мы напугали ворону видеокамерой и ярким светом прожектора, птица находит банку с аппетитными червяками. Карточки кладут разные, с рисунками и цифрами, но ворона, сравнив образцы, легко определяет, где еда. Впрочем, на воле воронам, да и другим птицам приходится решать более сложные задачи. Если хочется съесть червяка или личинку, а дупло не позволяет достать жертву, то в ход идут хитроумные приспособления. Этот факт опровергает общепринятое мнение о том, что орудия труда могут задействовать лишь обезьяны, а точнее приматы. Оказывается, и птицы. Кроме того, опыты показали, что не только попугаи, но и другие виды птиц легко обучаются языку других животных. Вот, например, из гнезда выпал птенец. Кошка устремилась к нему. Птицы, естественно, всем семейством атакуют животное, спасая птенца. А в это время одна из ворон, спрятавшись за деревьями, начинает мяукать, то есть подражать кошачьему мяу-мяу. Мяу-мяу. И происходит удивительно. Кошка бросает птенца и уходит на зов. Вороны также способны запоминать и повторять слова за людьми. В 80-х годах в Соединенных Штатах сделали такой опыт, то есть действительно научили говорить. Ну, понятно, как и попугаи, это отдельные слова, фразы. В общем, ворона обычная, серая, в общем, сумела это сделать. Говорящие птицы всегда рассматривались людьми, как посланцы сверхъестественных сил. В разных религиях и культурах они представляли связующее звено между людьми и божествами. Сегодня известны попугаи-полиглоты, разговаривающие на арабском, персидском и английском языках. В их словарном запасе до 500 слов. Кроме того, попугаи различают предметы, цвета и даже могут пояснить, в чем их отличие. Поэтому многие специалисты утверждают, что зачастую птицы догадываются о значении произносимых слов. Говорят, что интеллект такого пугая приравенится к интеллекту пятилетнего ребенка. Но не то, что вот это как ребенок он все это может делать, по реакциям на действия. То есть вот ты выходишь в туалет, может раздаться заранее звук спускаемого бачка. Ты открываешь дверь, вот она скрипит, он скрипит заранее. Вот вы вошли, это было привет, привет, привет. Он не кричал пока. Вот вы будете уходить, он закричит пока-ка. У меня теперь все друзья говорят пока-ка. Не пока, а пока-ка. Савелий, так зовут попугая. Относится к редкому виду малукского кокоду. Таких особей в мире насчитывается не более 15 тысяч. Они проживают в основном в Индонезии. И разговорчивость не характерна для их породы. По крайней мере, так считает официальная наука. Но Савелий опровергает гипотезу о неразговорчивости кокоду. Поши-поши-поши-поши-поши-поши-поши-поши-поши-поши-поши-поши. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди прицелуй. Иди прицелуй. Хорошо, хорошо. Смотри. Ах, что у меня есть? Савва красивый? Савва хороший. Хороший. Савва красивый? Савва красивый. Красивый. Ну, молодец. На тебе красивый, Савва. Помимо дара подражательства, Савва хороший охранник Своим крепким клювом он может забить до смерти любого злоумышленника или вора Если ему что-то не так, ну, во-первых, он долбануть, конечно, прилично может То есть он вот этим клювом, несмотря на то, что я многое еще не понимаю, по-моему, птица неизведана У него шейка вот такая, она толщиной, наверное, чуть больше моего пальца А клюв вот этот мощнейший И вот этим клювом мощнейшим он спокойно кулит грецкие орехи Когда-то древние римляне знатных родов для обучения попугаев нанимали учителей А стоила такая птица намного дороже, чем молодой сильный раб Древние китайцы, одержимые поиском эликсира вечной молодости Присвоили попугаем за их долгожительство символ вечной жизни Африканские шаманы считали, что эти птицы наделены способностями ясновидения и телепатии Они настолько умные, что общаться с ними можно не только словами, но и усилием мысли Они понимают все, что у нас в организме происходит Понимают наши мысли, боимся мы, злимся мы или любим их В общем, они все понимают Они способны говорить и думать, что говорят Заводчики птиц уже давно заметили особенность пернатых чувствовать своих хозяев на расстоянии По крайней мере, почувствовать приход хозяина за 15-20 минут до его прихода они чувствуют То есть они меняют сразу свое поведение У меня был попугай, который менял свое поведение Александрийский попугай, именно перед тем, как я приду домой Это вот отмечали все домочадцы То есть он начинал по-другому говорить, по-другому свистеть По-другому издавать звуки Другое поведение совершенно было Впрочем, способность чувствовать события на расстоянии присуща всем пернатым Секретные эксперименты по изучению физиологических особенностей птиц Проводились военными еще в прошлом веке Мне рассказывали физиологи, что несколько птиц изучали, поместили на берегу А их птенцов поместили на подводной лодке И погрузили где-то в нескольких метрах от берега достаточную глубину Этих птенцов там просто попросту начали мучить на этой подводной лодке И птицы начали бешено маму Птицы начали вести себя неадекватно на берегу То есть они почувствовали, как они почувствовали, что что-то происходит с их птенцами Относительно недавно американские исследователи, изучая орлов Сделали сенсационный вывод Оказывается, эта птица безошибочно предчувствует события за 5-7 часов То есть, действительно, орлы воспринимают информацию благодаря своему ясновидению Орел видит будущее за счет посылаемых биологических импульсов Одни импульсы исходят из глаз, другие от тела и перьев Такое сочетание позволяет орлу сканировать информацию в пространстве, опережая время Добавим, что орлиный глаз воспринимает происходящее со скоростью 4000 кадров в минуту Если бы человек обладал таким зрением То мог бы видеть полет пули в замедленной съемке И воспринимать ее, как воспринимает в обычной жизни летящую муху А еще, имея орлиное зрение Люди бы видели ползающих по земле муравьев с крыши десятиэтажного дома Вообще, зрение у большинства птиц и у хищного орла и у мирного голубя Имеет интересные особенности Устройство глаз таково, они выпуклые И он видит и перед собой, и сзади Есть какой-то мертвый зону, где он не наблюдает Вот если вот в эту мертвую зону попасть, то можно подойти Но человек большой, поэтому он в эту мертвую зону поместиться не может Так что это все, все еще изучается Но вернемся к птичьим способностям к ясновидению Изучение страусов показало, что они предвидят события как минимум на минуту вперед Страус прячет голову в песок, когда ему на самом деле ничего не угрожает И можно поклевать песок и гравий, чтобы улучшить пищеварение Кроме того, так он расслабляет мышцы шеи Одновременно прислушиваясь к звукам, исходящим от земли Как только страус чувствует опасность То сразу дает стрякача, чтобы оказаться вдали от места потенциальной угрозы Исследование способностей к ясновидению птиц еще только на начальном этапе Да что там ясновидение? Никто не может объяснить, как птицам от маленького голубя до крупного альбатроса Удается в полете создавать эффект антигравитации Равномерно распределяя подъемную силу ветра от головы до кончика хвоста Могут даже переворачиваться в воздух неоднократно То есть делают на цирковом языке, наверное, сальто, скажем так И могут и через хвост, и через голову, и через крыло То есть вариантов очень много До сих пор остается загадкой случай массового падения птиц в 2011 году Когда в разных уголках планеты прямо на лету гибли тысячи дроздов Ученые объяснили мор пернатых незамысловато Птицы объелись жмыха И у них случилось несварение желудка Версия о том, что в разных уголках Земли у птиц одновременно заболели животы Возможно, и правдиво Но ряд исследователей имеет другое мнение Поскольку в этот период были многочисленные сообщения очевидцев, наблюдающих одновременно с падением птиц Полеты неопознанных летающих объектов Нет, это были не летающие тарелки Ни сигарообразные объекты По форме они напоминали именно огненных птиц Могло ли случиться так, что нашествие неких сущностей, схожих со сказочными жар птицами И стало причиной таинственной гибели дроздов? Некоторые фольклористы и специалисты, ну, зоологи, такие романтически настроены Считают, что образ нашей знаменитой билибинской птицы Жар птицы, которая как бы благополучно существует в сказках и в преданиях, в былинах наших Он просто не возник на пустом месте Что были какие-то вот такие странные сущности, иначе их не назовешь Энелоли, это какие-то техногенные Или это какой-то вид, приходящий из другого измерения Или просто это неизвестная форма жизни, которая живет рядом с нами на планете Есть предположение, что в 106 году до нашей эры Рим загорелся в связи с налетом птиц-поджигателей Им также приписывают колоссальный пожар в Пуэрто-Рико И многое-многое другое Знаменитый, там, великий лондонский пожар, там, 1666 года Когда сгорел просто дотла весь Лондон деревянный Говорят, что вот тоже был вызван какими-то вот такими странными птицами-налетчиками Нельзя не вспомнить и события, произошедшие 11 сентября в Нью-Йорке Нет, не те события, когда в башне близнецы врезались самолеты А те, которые произошли на полвека раньше 11 сентября, как ни странно, дата это просто заставляет вздрогнуть Но с 1948 года, и тоже с небоскребом, и тоже в Нью-Йорке И тогда это был единственный крупный небоскреб Empire State Building, который подвергся нападению вот этих огненных птиц То есть на уровне, там, 40-х, 50-х этажей Десятки, если не сотни этих птиц непонятных бились Бились об окна, в стекла, били, разбивали эти стекла Падали вместе с битым стеклом на землю И через некоторое время почему-то происходили какие-то с ними странные перетрубации Какие-то изменения, они таяли на глазах Полиция Нью-Йорка сбилась с ног, пытаясь предотвратить панику И в то же время очистить тротуары от упавших крылатых существ И вот несколько таких вот созданий, гарпий, как условно можно их назвать И называли их так исследователи и полицейские Их складывали просто в стеклянные банки И пытались отнести куда-то сначала в полицейский участок А потом передать, может быть, ученым Но они прямо на глазах в этих банках, они истаивали просто за полчаса, за час Они и так-то, когда летали, когда их видели Говорили, что они не имеют четких очертаний Что они как бы расплываются в воздухе То они появляются в одном месте, то в другом Такое ощущение, что они просто меняли не только собственную конфигурацию Но и просто они переходили из одного измерения в другое Однако сегодняшний уровень знаний не позволяет принять эту версию Для большинства она скорее выглядит фантастикой К тому же все фотопленки, на которых американские исследователи Запечатлели в инфракрасном излучении птиц-поджигателей Исчезли в лабораториях Пентагона Впрочем, нельзя исключать, что мертвые дрозды, падающие с неба в 2011 году Это результат экспериментов по воздействию на погоду Или секретные опыты по использованию птиц в бактериологической войне Такие опыты проводились всегда Когда-то на флоте и в армии создавались специальные подразделения Изучающие птиц на предмет их миграции Чтобы затем заразить их вирусами Цель понятна Зараженные перелетные птицы должны вызвать эпидемию на территории противника Вот только почему-то военные до сих пор не могут воплотить эту идею в жизнь Словно птицы понимают их злой умысел И не желают в этом участвовать Попытки были еще в 30-е годы Но они не увенчались успехом Попытки такие, я знаю, и в 80-е годы проводились Но, по-моему, тоже дальше каких-то опытов дело не пошло На протяжении всей истории птицы уберегли жизни сотен тысяч людей Начиная с гусей, которые спасли Рим Разбудив ночью римлян во время нападения врагов И заканчивая почтовыми голубями Обеспечивающими связь во время войны Или во время стихийных бедствий Когда телефонная или телеграфная связь повреждены Что такое голубь? Голубь одной записочкой мог принести Координаты врага, расположенные И по этим координатам, извини, гладили Вот, так сказать, Сталинградская битва Там тоже участвовали голуби И никто никогда не отметил это дело В условиях пулеметного и орудийного огня Голуби доставляли в командный пункт Разведданные о расположении врага Голубиная почта работала устойчиво Хотя и с большими потерями Разведчики брали ранец с собой Писали два-три голубя, чтобы подстраховать Потому что Гитлер издал указ Почту у голубей расстреливать везде И там, значит, они три записки, допустим, одинаковые вешали Три голубя выпускали И он летел И вот он прилетая Спецы брали эту записочку из разведки И определяли, какой род войск Какое количество Какой силы, мощности Все это стоит Представляете, все же можно было узнать Вот из нескольких слов и координат После этого наши Катюши прогладят это место Как положено И пошли уже там танки, все Предпринимались даже попытки Использовать голубей в качестве диверсантов Их обучали поджигать Миниатюрными зажигательными средствами Фашистские самолеты, находящиеся на аэродромах С помощью голубей в боевых условиях Научились оценивать уровень зараженности воздуха Химическими веществами В нашей стране к тяжелым будням голубеводов И заслугам их птиц Всегда относились сдержанно А вот в Великобритании Подвиг голубя увековечен в бронзе В Британии стоит единственный в мире памятник Почтовой голубке, которая спасла подводную лодку Значит, когда вот там торпедировали немцы во время войны После успешно проведенной операции Английская подводная лодка возвращалась на базу Однако минные тральщики и самолеты врага Ее обнаружили и стали забрасывать глубинными бомбами Рули и система всплытия субмарины пришли в негодности Подводников ожидала смерть Их спасло только то, что на боевое дежурство Моряки всегда брали с собой почтовых голубей Значит, из подводной лодки Выпущен был через торпедный осек контейнер Ну, специально оборудованный, конечно Значит, поднявшись на поверхность Он открылся И голубка это вылетела И принесла весь с координатами Значит, где находится эта подводная лодка И экипаж был спасен Значит, после этого Какими-то большими приказами Ей поставили памятник За способность отрываться от земли И подниматься к солнцу Птиц начали боготворить еще в древности Среди разных народов Бытуют легенды об удивительной расе крылатых существ Под названием Люди-птицы Лицо у них человеческое А другие части тела Как будто бы позаимствованы у птиц Древнеславянский алконост Считалось птицей любви А сирен птицей смерти Лапы от одного животного Клюв там Или нос Почти человеческий Как на некоторых рисунках От другого На востоке В Персии В Египте В других странах Среднего востока Это птица Симург Которая тоже Которая тоже Похожая и на сирина Похожая и на горуду Ну вот некоторые ученые считают все-таки Что все и наши И отечественные в смысле И восточные какие-то птицы И даже те, которых рисовали у себя Там на скалах индейцы В Северной и Южной Америке Они все Все восходят к какому-то общему предку Для официальной науки Дошедшие до нас изображения Это метафора любви и смерти Добра и зла Но некоторые исследователи С такой трактовкой не согласны Ведь о встрече с летающим человеком Писал Владимир Клавдиевич Арсеньев Известный путешественник И авторитетный ученый Он не подпадал ни под какие критерии Абсолютно Хотя Арсеньев прекрасно знал природу Дальнего востока И он мог описать любого зверя И он описывал прекрасно и четко Как зоолог, как географ Тут он обошелся общими словами Он слышал шелест крыльев Увидел непонятное существо Которое воспарило, взмыло над рекой И четко различил человеческую фигуру С крыльями Которая была настолько близко от него Что он почувствовал даже ветер Вот на этих относительно недавно Рассекреченных фото и видеоматериалах Можно увидеть различных непонятных существ Эти выловленные сирены Речные русалки Всевозможные гибриды рыб И других животных Вовсе не метафора Это реальные представители Какой-то неведанной цивилизации Проживающей рядом с нами И, видимо, существуют не только водоплавающие Но и летающие гибриды По крайней мере, истории о встречах с ними Встречаются не так уж редко и сегодня Такие же истории стали повторяться В Центральной Америке И в США И опять же в Индонезии И тогда Во всех газетах В местных провинциальных газетах Появились статьи о так называемом Человеке-сове Человек-сова Человек-мотылёк А потом и возник фильм Человек-мотылёк Известный фильм Тоже не на пустом месте Тоже на основании этих событий Я уж не говорю о фильме Бэтмен Который, конечно же, не мог возникнуть просто так А основан на слухах О вот таком существе Которое где-то водится в новом свете А оказывается еще и в Англии А оказывается еще у нас на Дальнем Востоке И вот именно благодаря ему Кинематографисты создают свои шедевры По версии криптозоологов Люди-птицы, которые могут существовать сегодня Имеют недюжинную силу Но очень осторожны и даже пугливы Что их отличает по наблюдениям всех свидетелей Это, конечно, огромные горящие глаза Это вот то, что сразу отбрасывает версию О природном характере Или каком-то естественно-научном характере Этих, как бы, происхождения этих существ Что-то, то, что горят глаза Это, и они большие Это, здесь есть какой-то элемент техногенного чего-то Все-таки То есть надо рассматривать, конечно, вопрос О каком-то вмешательстве других Других сил Других, может быть, другого человечества Других людей, которые живут рядом с нами На нашей планете Впрочем, нельзя исключать Что находки водоплавающих и летающих гибридов Это результат экспериментов людей Известный фантаст Александр Беляев Описывая морского дьявола В своем произведении Человек-амфибия Хорошо знал о секретных опытах По пересадке людям Жабр-акулы А в его произведении Ариэль О летающем мальчике Чувствуется прекрасная информированность Об уникальной операции медиков Прошлого столетия Операция была сделана Некими броминами в Индии В 30-е, 20-е годы 20-го века И такие вещи действительно происходили И Беляев это знал Беляев следил за научной прессой У него были друзья В научных институтах Москвы И Ленинграда Где он жил В Пушкино жил под Ленинградом Эксперименты по созданию людей-птиц Проводились и в России На заре советской власти Партийная и советская верхушка Была озадачена своим долголетием И не жалела средств На всевозможные исследования В том числе И на эксперименты по левитации При ОГПУ А впоследствии НКВД Создается специальный отдел Который и занимается всем этим И есть сведения Что многие из этих опытов Увенчались успехом В 30-е годы Все это было закрыто Все абсолютно сотрудники Были уничтожены Просто не то что репрессированы А просто расстреляны И дела все эти До сих пор находятся в архивах Под грифом секретно И не разглашать в течение Чуть ли не 100 лет То есть это закрытая информация Почему это происходит Никто объяснить не может И все же рассказы писателей-фантастов И сказочников Нередко уводят читателей От реальной картины мира Когда-то Ганс Христиан Андерсон В своей сказке Снежная королева Обманул детей Написав, что ворона Невеста ворона И до сих пор Многие ошибочно полагают Что ворон Это самец вороны На самом деле Это совершенно другой вид птиц Они намного крупнее Весят больше килограмма Хотя по интеллекту Ворон и ворона схожи Во время опасности Могут объединяться И даже еду прячут одинаково Посмотрите, как птица Маскирует остатки вареной картошки В ход идет все, что лежит под клювом Начиная от мобильного телефона Ворон Сергея обидчив и мстителен Оставить его на один день Все Уставят голдеж Кричит Если я прихожу Уже меня знают За несколько метров Если даже меня не видно Видят Начинают орать сильно Все Пришла мамка Надо дожрать Чтобы поздоровался обязательно Не поздоровываешься Все Это обидится И на полдня Может даже ничего не хавать Ничего Что же касается ворон То они едят все А помоек в Москве предостаточно Сегодня в столице Больше миллиона этих хитроумных птиц То есть на 10 москвичей приходится примерно одна ворона А ведь еще 20 лет назад этих птиц было в 10 раз меньше Объединяясь вороны нападают на собак и кошек Сегодня они так осмелели, что стаями гоняют ястребов и соколов И уже известно много случаев Когда вороны нападали на людей В прошлом году я готовила еду на кухне Окно было открыто И вдруг в стекло со всей силы ударилась большая черная ворона клювом Я очень испугалась И заорала на нее Уйди, идиотка Что-то ругательное крикнула Замахала полотенцем на нее Она сделала мертвую петлю И загадила мне все окно На следующий день, когда я вышла на работу Это же самая большая жирная ворона Просто настолько сильно клюнула мне в макушку Ну, состояние было, конечно, шоковое Они, как люди, стремятся к власти Каждая ворона пытается занять место выше своей соплеменницы Когда вороны располагаются на домах или деревьях Можно сразу увидеть, где цари, где вельможи, где генералы А где рядовой состав Все манеры они перенимают И, возможно, ждут то время Когда можно будет нанести человечеству решающий удар А ведь уничтожать их бесполезно Во-первых, на место одной убитой пары Селятся три-четыре семьи И отстрел этих птиц Вопреки логике Увеличивает их численность Во-вторых Если разорять вороньи гнезда То самки начинают откладывать яйца В огромных количествах В-третьих По одной из версий Предками ворон были динозавры Поэтому их тело прикрывают прочные эластичные перья Чешуйки перьев у каждого нового поколения Все прочнее и прочнее И не исключено, что через несколько столетий Крылья ворон будут походить на кольчугу Или бронежилет Ну, вообще-то есть такая гипотеза Ученые считают, что действительно Птицы, это как раз вот они Ветвь какая-то от динозавров идет В общем, многое, так сказать То, что вот в обыкновенные, я не знаю Домашние птицы, да в любой Есть, в общем-то, что-то вот от динозавра И об этом пишут серьезные ученые Начало нынешнего столетия ознаменовалось Всплеском интереса к динозаврам Палеонтологи сделали открытие, что отдельные хищники Имели крепкие челюсти и 15-сантиметровые зубы И им нужно было усиленное питание Чтобы набирать гигантский вес А для продуктивной охоты Они научились летать Хлопая оперенными передними конечностями Механизм оказался столь удачным Что летающие ящеры Стали единственными динозаврами Которые не вымерли И дожили до наших дней Нападая на добычу С воздуха В древних легендах есть упоминание О некой гигантской птице Рух Которая чуть не убила Синбада-путешественника Каково же было удивление Когда во время раскопок Были обнаружены кости птицы Неимоверной величины История птицы Рух Навсегда осталась связана С островом Мадагаскар И каково же было удивление Зоологов спустя там 600 или 700 лет Когда они обнаружили на этом острове Кости огромной ископаемой птицы Это была та самая птица Рух А точнее это Научное название этой птицы Эпиорнис То есть гигантская птица Которая жила на острове По некоторым данным Вплоть до конца 19 века Наиболее романтически настроенные зоологи Не исключают Что потомки этой птицы Могли уцелеть И до сих пор проживают В отдаленных уголках мира Я сам в Техасе когда был Видел следы Вот какой-то гигантской птицы Рассказов много было Так сказать Что вот прилетает там по ночам По описаниям чуть ли это Что-то похожее на птеродактиля Птица-ящер Которые давно в общем вымерли Чуть ли не 60 миллионов лет назад Подобные загадочные существа До сих пор не имеют Научного объяснения Хотя существуют сведения О встречах с летающей рептилией У которой обезьянье морда И размах крыльев Не менее 4 метров Ну понятно Я не специалист Но когда приезжали там Из университета Из колорадского уже специалисты Они говорят Ну ничего не можем Объяснить это явление Почему? Потому что они приехали Ребята настроенные были Что нет не может быть Это кто-то там Подшутил Сделал вот эти вот следы И в то же время Они говорят Да нет настоящие следы То есть если Все правильно Так сказать Они там приводили масштабы Значит то эта птица Вообще в размах крыльев Ее не меньше 4 метров Птицы с такими параметрами Способны нападать на мелкий скот И оставленных без внимания детей И уносить их в свое гнездо Ни один ученый местный Не зафиксировал вот такую птицу А местные жители говорят Да вот прилетают гораздо больше грифов Раза в два Вот эти гигантские птицы Которые уносят там и овец И бывало что и людей уносило Мне показывали газеты Ну правда газеты Я был в 77 году в Техасе А показывали газеты Ну примерно от 60-х годов И вот там все в общем-то Описание было И даже фотография птицы Какой-то гигантской Правда в сумерках сделана Что значит уносит Как кого-то Какое-то животное Ну похоже на овцу В общем было Приходится снова признать Что в природе существуют загадки На которые просто нет ответа Птицы обладают уникальными Непознанными качествами И неудивительно Что народы всего мира Издавна почитали их Славяне воспринимали поведение птиц Как знамение Если кричит сыч То будет затяжной дождь Сорока даром не стрекочет Либо к вестям Либо к гостям А если близ дома смеется сова То это либо к свадьбе Либо к новорожденному Есть также поверие Что появление стаи белых птиц Предвестник смерти Так кто же они такие Эти большие и маленькие Загадочные существа Чьи способности до сих пор Не дано понять ученым Возможно ли Что с нами развивается И умнеет еще одна цивилизация А может она более совершенна Чем мы Не получится ли так Что в какой-то момент Ее интересы пересекутся С интересами человечества И начнется смертельная битва За власть на земле И именно эта битва Окончательно похоронит идею о том Что человек это царь природы Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова